всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что выбрали это видео для просмотра наверняка многие из вас заметили уже что я любитель больших ювелирных и красивых украшений я знаю очень многих мастеров с которыми непосредственно общаюсь и очень часто они делают для меня индивидуальные заказы сегодня я хочу рассказать про одного замечательного мастера живет он санкт-петербурге расскажу небольшую предысторию обходила все магазины живое в великобритании в лондоне ну или не то или недоступно по цене начала искать варианты в россию обращалась к заводам прямо на заводе до делают эти украшения не могут выслать за границу наконец-то я нашла мастера который был во первых готов выполнить то что я у него просила во вторых это переслать за границу вы знаете я осталась очень довольна вообще сначала заказала только серьги они сейчас на мне это золото с топазом я конечно покажу вам это все поближе а уже попозже немного заказала кольцо и когда мастер работал с этими украшениями ну вот я например кольцо захотела вот тоже с маленькими топазиками здесь есть маленькие такие тоже топазики ой поставьте пожалуйста еще маленькие топазики на что мастер не ответил я конечно могу это сделать но дело в том что тогда кольцо будет выглядеть не так эстетично но отказалась бы даже такой нюанс да поставь ты туда эти камни вляпой да лишь бы дороже стоило нет вот мастеру самое главное сделать украшение красивым так чтобы она потом носилась с удовольствием так чтобы она эстетично выглядела то есть меня это покорило вы знаете еще один такой нюанс про этого мастера расскажу про максима дело в том что когда мы ждали кольцо вот кстати кольцо чуть поближе покажу когда мы ждали камень к этому кольцу ну предполагалось что камешек будет 14 карат но пока его там нашли пока выпилили и так далее но я не знаю там какие термины нужно использовать агро огранили до огранили этот камень а пока его огранили камешек оказался не 14 карат а 13 ну и мне про это максим тоже честно сказал то есть камень не будет 14 он будет 13 то есть все честно да все прозрачно когда я получила первую работу серьги я была настолько воодушевлена это просто покорейшин вообще шедевр вы знаете очень красиво очень аккуратная работа очень аккуратные клепки необычно вот что-то необычное я такой работы например не видела в магазинах ювелирных ну там идет как-то штамповка да это индивидуальный заказ и с таким подходом вот просто с душевным подходом человек невероятный мастер всем его рекомендую ну и конечно же сейчас на экране вы видите и все его данные как его найти на ю тубе у него есть на ю тубе свой канал как его найти в фейсбуке конечно обращайтесь напрямую в от сап я очень рекомендую этого мастера спасибо огромное максим я с огромным удовольствием нашу ваши украшения и везде ими восхищаются сегодня говорим о марине каташенко бывшие супруги александра градского сейчас его вдове и спасибо огромное что вы принимаете активное участие в голосовании мне помогает это понимать что же на самом деле вас интересует мы с вами понимаем что марина каташенко была уже четвертой супругой для александра градского и я как-то попнулась в интернет вот мне хотелось узнать not первая жена от бога вторая жена от людей третья жена от черта какая же четвертая жена да потому что если жить 4 5 10 но нет я ничего не нашла кстати если вы знаете от кого четвертая супруга у человека то пожалуйста обращайтесь в комментарии я с удовольствием прочитаю от кого же четвертая супруга но вот третья супруга я ну люди там объясняли на одном из сайтов вообще откуда это повелось то есть изначально было так женщины часто очень умирали от родов до в муках ну понятно что мы все женщины от кто рожал знают прекрасно не у кого-то это очень легко да но в основном это все очень сложно рода это больно и так далее хорошо сегодня такая медицина что она понимает и спасает женщину до понимает что нужно сделать для того чтобы спасти женщину и ребенка раньше такого не было и вот почему жены первые умирали до оставался этот вдовец с маленьким ребенком на руках вот вторая типа для людей да вот что я нашел мать для своего ребенка вот она его выращивает и так далее вторая супруга умирала тоже в родах вот третья уже была такая как бы а старый пердун захотел молоденького тела и так далее да то есть от черта ну то есть седина в бороду и без в ребро это вы знаете к этому персонажу без седина в бороду и так далее мы еще вернемся сегодня в этом моем ролике и вы поймете к чему я все это здесь развела марина каташенко родилась 22 ноября 1984 года в городе киеве вот александр про нее говорил что она скорпион нет марина каташенко по знаку зодиака по солнцу отнюдь не скорпион кстати она мне очень напоминает светлану хаченко я вообще не знала на ком там женат этот градский если честно он меня мало вообще интересовал как певец он мне не нравился но выглядел он честно говоря как чудовище поэтому вот название моего ролика такое да красавица и чудовище хотя вот марину каташенко и например тоже красавицы не очень то считаю но конечно вы пожалуйста комментируйте если вы считаете ее красивой женщины то пожалуйста оспорьте это мое утверждение давайте перейдем к ее космограмме почему космограмма потому что я не знаю когда она родилась момента ее рождение дата известна посмотрите пожалуйста на ее солнце солнце в первом градусе знака зодиака стрелец и марина каташенко очень хотела еще с детства быть либо актрисой либо моделью собственно говоря это об этом знак зодиака стрелец это артистичность это показать себя это проявить себя и здесь еще солнце это папа в ее жизни в ее психологии как она его воспринимает вот если бы солнце было в последних градусах знака зодиака скорпион мы могли бы говорить да отец жесткий отец слабые слабое влияние отца может быть не жил в семье там развелись папы с мамой и так далее а так как у этой девушки но этой женщины солнце в знаке зодиака стрелец в первом градусе если быть точнее в первых 15 минутах знака зодиака стрелец это сильное солнце это мощное солнце то мы говорим о том что папа яркий человек возможно представитель другой религии другой национальности может быть у марины смешанная семья я не знаю может быть папа знает несколько иностранных языков может быть папа так или иначе представители религиозных каких-то общин может быть папа представитель ну не знаю общественных организаций или даже политических партий я не знаю чем занимается именно ее папа к сожалению не нашла просто что родилась в киеве да и у этого солнца конечно же есть соуправители это юпитер давайте посмотрим внимательно на этот юпитер то есть кто еще ее папа да а папа у нее в знаке зодиака козерог юпитер знаки зодиака скорой козерог но вот тут ему знаете не очень хорошо этому юпитеру по большому счету но это такая планета она резонансная она хочет много она хочет необъятного и стоит в соединении с венерой а венера отвечает за деньги за партнера за друзей понимаете да о чем я то есть и папе по большому счету хотелось амплитудности папа у марины каташенко хотел известности может быть он тоже артист я не знаю и марина каташенко глядя на своего папу папа артист папа яркий с детства считывала что ему же такого я хочу и муж должен быть яркий артистичный известный с большим количеством денег юпитер в соединении с венерой большое количество денег которые я умею сдерживать у себя в руках почему потому что козерог тут особенно направо налево не разбежишься да то есть большое количество денег удерживаемая в руках у одного человека лучше у лично у марины и конечно же да почему нет и папа кстати у нее тоже такое возможно тоже хотел и мог зарабатывать большое количество денег и был устремлен на то чтобы стать известным стать резонансным до чтобы про него говорили либо он учил этому марину то есть пусть про тебя говорят иди моделью да иди в актрисы иди в артисты и так далее и да действительно папа огромное сильное влияние на марину оказал как позже повлиял и ее муж на марину да понятно что александр градские очень известный потому что солнце это тоже и муж в том числе и солнце это стоит в первом градусе знака зодиака стрелец и козерог ну и еще немного одна планета стоит знаки зодиака водолеще то есть вот четыре стихи задействованы по-хорошему марина не очень умеет владеть речью не очень умеет общаться с окружающими но это только психологически потому что вот если бы я видела сейчас сектора гороскопа дома гороскопа я могла бы сказать что да есть компенсация где в этих вот домах до сконцентрированы какие-то планеты и они заставляют марину идти договариваться с людьми идти на контакт с людьми но по большому счету воздуха в ее космограмме очень мало он представлен только одной единственной планеты зато довольно хорошо земли то есть марина умеет держать в руках материю она знает что такое материя она уважает материально и хочет чем-то владеть то целых три планеты том числе юпитер до который хочет много и в том числе нептун а нептун тоже хочет много вот такой большой необъятный стрелец тоже очень хорошо выражен марина артистично мы знаем что она была и моделью мы знаем что она была и актрисой а также у нее есть юридическое образование откуда вообще-то юридическое образование вот почему что он на это влияет но вы знаете во первых это мышление да у меркурий меркурий у нее яркий это человек вот вообще меркурий знаки зодиака стрелец это такие такое мышление когда человек видит в общем но не видит четкого разграничения вот четкости не видит да не может поступательными движениями как-то идти вперед мыслительным процесс такой да зато общая идея вот она да я вот должно быть вот так а как это сделать пошагово вот тут уже сложности это такой психологический момент для любви для меркурия и здесь же стоит уран уран такой но этот коленческая планета довольно длительная такая мощная я не могу сказать что солнцем здесь у нее есть хорошая схватка но вот я беру 12 градусов все такого орбис орбис это взаимоотношения между планетами до расстояние между планеты здесь 12 градусов но так вот издалека издалека фонит фонит вот где-то там далеко-далеко что марина может быть умеет изобретать что-то но вот 12 градусов все-таки это уже просто она исходит на на выдохе да у марины луна стоит знаки зодиака скорпион часто такие луны у людей которые очень эмоционально неподвижны но вот тут опять же не знаю постановку луны где именно в каком градусе то есть но вы знаете так или иначе у этой луны есть хорошая схватка с сатурном а сатурн он устаканивает эти бушующие страсти внутри человека то есть этот человек конечно если бы не сатурн она будет так вспышка да какая-то просто вот неограниченное эмоциональное потрясение какое-то да часто у таких людей фрустрации внутренние страхи очень плохой сон возможно депрессии могут ее накрывать вот так вот прям что там драма да вот такая все но этот человек умеет сопереживать она в общем-то заточена на эмпатию несмотря на то что сатурн здесь тоже имеет такую схватку с этой луной да вот они здесь в соединении где бы луна не стояла в течение суток соединения это есть влияние сатурна есть вы знаете здесь еще особо то не разгонишься по по мужьям вот что такое луна луна это замужняя женщина вот марина когда вышла замуж она стала замужней женщины и как она стала замужней женщины да в стрессах по скорпиону да с ней там все ссорились и сестра александра градского с ней было в ссоре дети от первого брака с ней были в ссоре все эти четыре там три первые жены с ней были в ссоре сейчас что вот александра градского не стало деньги эти непонятно куда делись да как страшно то есть их украли но об этом еще поговорим мы до украли либо марина сама это все подстроила то есть это постоянная колоссальная эмоциональное напряжение всегда жизнь в стрессе просто у этой бедной замужней женщины можно ли марину каташенко назвать меркантильной да можно потому что венера в знаке зодиака козерог она такая земная она такая дайте и дайте я буду этим ими это иметь я буду этим владеть также здесь юпитер я хочу владеть многим венера один из управителей 7 дома 7 сектор гороскопа это супруг я хочу влиятельного богатого известного мужчину у которого есть материальные ценности до которыми бы я потом могла владеть тоже и вот мы с вами видим да что марина каташенко ну не влюбилась она в молодого интересного перспективного парня у которого все впереди а нет надо было сразу богатого не важно как он выглядит да что он там гораздо 35 лет у них была разница нормально все пойдет то есть нравится кстати вот часто брак не по любви но брак стабильный брак надолго вот у таких венер либо брак в по во второй половине жизни кстати вот по поводу ее жизни мариныны вот вы знаете у нее основные события развернуться не сейчас они у нее развернуться после 50 лет 45 50 и это будет очень активный период ее жизни я думаю к этому времени просто подрастут ее дети у нее будут больше возможности уделять себе и своей карьере и так далее поэтому я думаю что про марину мы еще с вами услышим не в контексте вдова градского просто вот как марина каташенко талантливый человек она кстати действительно она когда играет какую-то роль она в нее вживается она настолько глубоко может эмоционально понимать что она делает на сцене да и в принципе в жизни тоже у меня самая красивая женщина на свете 15 лет уже и что я буду об этом думать какая у меня психология и при этом еще и умная как без понимаете то есть при этом еще умная как без но конечно я здесь шучу просто а вот насчет ее ума вы знаете я могу считать как ее ум может проявляться но вот уровень ее интеллекта астролог считать не может если он кто-то из астрологу скажет что это умный человек а этот вот не умный человек нет это не так все зависит лично от человека насколько он начитанный настолько насколько он хочет получать знания способен ли он получать знания есть ли желание получать эти знания постоянно что такое знание это когда ты не останавливаешься на достигнутом мне очень импонируют люди которые постоянно учатся у меня все мое окружение учится постоянно не то что у меня одна единственная профессия, и мне этого вот так за глаза хватит, да, ничего подобного, и этому я научусь, и этому я научусь, и это я хочу знать, а вот это вот я еще хочу, то есть люди постоянно ищущие, скорее всего Марина Каташенко просто вот такая ищущая, ну иначе 17 лет прожили с Александром Градским, я не могу сказать, что он мне нравился, но то, что этот человек был глупым, или человек не был начитан, не был эрудитом, вот вообще невозможно сказать, понятное дело, что с какой-то глупышкой, дурочкой, ему было бы скучно уже на следующий день, а не с Мариной, с которой прожили, извините, 17 лет, прежде чем отойти в мир иной, да, вот мы сейчас про Александра Градского говорим, царствие ему небесное, он женился на этой женщине, у них двое детей, да, Марина меркантильная при этом, ну что, а что, а все должны вот деньги вот так направо-налево уметь транжирить, да, я даже не знаю, как ее в этом обвинять, потому что человек живет свою судьбу, она живет свою натальную карту, ну и вот, конечно, Меркурий, который стоит в знаке Зодиака Стрелеца, он очень, он желает много знать, это правда. Давайте посмотрим на самого Александра Градского. А вы когда-нибудь перед женщиной комплексы испытывали? Никогда. Никогда? Я знал, когда, через сколько минут, через сколько дней, на каком этапе, я дико... Вы сейчас не шутите? Нет. Это вот сейчас кое-какие отрывки видео из интервью с Шихман, кстати, про Шихман у меня тоже есть видео, посмотрите, пожалуйста, про нее, я там разбираю ее натальную карту, я оставлю ссылку на это видео, на это интервью с Александром Градским тоже, так вот он здесь говорит, что он прекрасно знает женщин, как с ними, когда, все эти нюансы, да, вот сейчас, правда, царство небесное Александру Градскому, но он реально был сподвыпадвертом по поводу секса, он правда знал, когда, он знал, как, он был настолько изобретательным в постели, что, блин, тут на Марину смотришь, красавица, да, вот на Александра смотришь, чудовище, нет, они реально нашли друг друга, ребята, Александр Градский, вот, правда, я вот сейчас к нему совершенно по-другому отношусь, когда я вижу его натальную карту, да, это был мужик, которому очень нравились женщины. Давайте посмотрим на его сексуальность, прежде всего, за сексуальность отвечает Марс, это физическое проявление сексуальности, этот Марс стоит в знаке Зодиака Дева, вот по-хорошему, да, такой земной, приземленный, все, но к этому Марсу шикарно подходит уран, уран ретроградный, уран это изобретатель, и поэтому, да, в постели Александр Градский был изобретателен, Маринке только позавидует такого мужика, да, а потом у него Венера стоит в знаке Зодиака Стрелец, и она на выходе, это Венера, а на выходе Венера, ну, вообще, любая планета, это считай, что на выдохе, да, на последнем выдохе планета выходит из знака Зодиака, так, и что дальше делать, да, вот, когда ты на выходе, на выдохе уже, да, тебе надо воздуха, много воздуха, в легкие, вот, это про его женщин, потому что Венеры, это про женщин, ему надо было много женщин, много разных, это только браков 4, а сколько еще любовниц у него там было, мы же не знаем, да, и у этой Венеры, посмотрите, прекрасным, прекрасным взаимоотношением стоит Меркурий и Нептун, Александр Градский был кем? Певцом, причем пел эстетически красиво, да, вот она, пожалуйста, вам знак Зодиака Весы, и пожалуйста, вам певец, кстати, очень многих певцов, я наблюдала, что Меркурий стоит именно в знаке Зодиака Весы, во-первых, это красиво, да, человек поет красиво, Весы это про красиво, во-вторых, это про то, что эстетическое наслаждение человек дает своим голосом окружающим людям, и в-третьих, вот именно Александр Градский преподносил нам такое музыкальное искусство, которое можно назвать аристократическим, да, и поэтому, посмотрите, здесь вообще изумительно складываются планеты, и музыкально здесь, да, вот здесь же находится этот Нептун в знаке Зодиака Весы, здесь же находится Меркурий, у которого прекрасно складывается дружба с Венерой, а Венера управитель вот этих вот, вот этого знака Зодиака, то есть говорил Александр Градский красиво, у него речь очень красивая, выраженная, да, это был очень умный человек, и посмотрите, пожалуйста, здесь к этому Меркурию подходит квадратурой такая планета, как Юпитер, а Юпитер это тот еще манипулятор по отношению к Меркурию, то есть Александр Градский был манипулятором, вот так, но здесь еще про Александра Градского много, можно рассказать, но мы же с вами интересуемся, а как у них с Мариной вообще, как у них вообще было, да, в жизни, они подходили друг к другу или нет, почему, собственно, женился, да, в итоге сначала жил долго, потом женился, вот почему долго не женился на Марине, я отвечу, это луна, знаки Зодиака Скорпион, часто таким женщинам предлагают какие-то асоциальные виды связи, да, будешь моей любовницей, вот она и год любовница, и два, и три, и 17 лет любовница, это уже женился он на ней, чисто потому, что надо было зафиксировать отношения, а вдруг со мной что-то, да, конечно, Александр Градский молодец, что он дал своей женщине статус, пусть даже и так поздно, это, вы знаете, это дорогого стоит, это огромное уважение к этому человеку, спасибо ему за то, что он так отнесся в итоге к своей женщине, и посмотрите, пожалуйста, на их личные планеты, вот у Марины, например, у нее Венера, она отвечает за супруга официального, да, она стоит в знаке Зодиака Козирог, а его Венера в знаке Зодиака Стрелец, то есть здесь у них Венеры, они по-разному себя чувствуют абсолютно, ему бы как можно больше женщин, а ей как можно больше денег от одного мужчины, понимаете, и вот тут вот разница такая, и ему как можно больше денег, больше денег, да, и, кстати, вот эта вот Венера на выходе из знака Зодиака Стрелец, это всегда о том, что денег должно быть больше, как можно больше, неважно каким способом, и, в частности, мы знаем, что Александр Градский приходил на концерт, он хотел именно наличку, да, вот она, вот Венера неустойчивая на выдохе, у Александра Градского Плутон стоит в знаке Зодиака Лев, а у Марины, посмотрите, в знаке Зодиака Скорпион стоит Венера, и здесь вот ее Сатурн, этот Плутон делает квадратуру к ее личной планете, она и так там зажата, она и так неадекватно отвечает за женщину, как за жену, как за супругу, и Плутон этот, еще раз одно указание на то, что Градский предлагал ей асоциальные виды взаимоотношений, да, и, кстати, у них могли возникать какие-то споры, ссоры в доме, рутина, которая могла выбивать из колеи, в частности, вот Марину, могли очень серьезно ссориться, и вы знаете, она могла ощущать очень серьезное психологическое давление по отношению к себе, не только со стороны Александра Градского, но и со стороны детей его, и вообще семьи, да, в течение всей своей жизни, ну, собственно говоря, что мы сейчас с вами и видим. У Александра Градского, как ни странно, Луна стоит в знаке Зодиака Овен, а у Марины, посмотрите, сколько планет стоит в знаке Зодиака Козерога, они ссорятся с его Луной, то есть ему с ней было тоже дискомфортно, и он с ней тоже мог поссориться, и он с ней мог поспорить, то и вообще разбежаться, да, на какой-то период времени, то есть ссоры у них нет-нет, возникали. Оба, оба и Марина, и он вспыльчивые. Но вот если, например, Луна у Овна, у Градского, она отходчивая, то Луна у Марины, она эмоционально могла очень долго держать обиду. И посмотрите, пожалуйста, у него, например, Луна в знаке Зодиака Овен, а у нее сколько планет в знаке Зодиака Стрелец. И тоже вот здесь от Урана, например, и от Меркурия, скорее всего, есть вот этот тринг его Луне. Ну, почему я говорю, скорее всего, как предположение, я точно не знаю, где стоят Луны, в каком именно градусе, да, у Градского, и также и у Марины, не знаю. А посмотрите, пожалуйста, на их Марсы. Марс у Марины стоит в знаке Зодиака Водолей. И она такая предпочитала отношения с подвыпадвертом, нестандартные, странные, с изюминкой, с выдумкой, с изобретательством с каким-то. А он ей это мог дать просто потому, что, посмотрите, вот у него этот Марс стоит в трине по отношению к Урану. Он ей просто потому, что он это умел все делать, понимаете, так, как ей надо было. Вот, пожалуйста, два человека сошлись. О том, как произошло ограбление Марины 16 декабря 2022 года в Москве, вы можете все почитать. Ну, я здесь вообще очень кратко все это изложила в своем видео. Если вы хотите, обратитесь, пожалуйста, к интернету, и там все-все-все вам подробно расскажут. А так как я записываю данное видео 25 января 2022 года, то уже есть и какие-то подозреваемые. Ну, вот, кто ограбил Марину, да? Есть версия, что сама, есть версия, что неизвестные грабители, которые вокруг нее, да, где-то рядом. А есть версия, что персонал. Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, что мне не хватает вводных данных. В частности, я не ректифицировала карту Марины Каташенко. Это первое. И второе, я не работаю с уголовными преступлениями. У меня пока не было таких заказов, и у меня нет опыта. Но кое-что я уже делала на своем канале, вот, по вопросам раскрытия преступлений, да. Я очень медленно двигаюсь в этом направлении, и, ну, ко мне никто не обращается. Там, помогите раскрыть при помощи астрологии какое-то преступление. Косвенно, косвенно. Я сейчас могу вам сказать, сама ли она себя ограбила. Ну, во-первых, сама ли себя ограбила, это прежде всего солнце, потому что солнце – это я. Опять же, я не вижу секторов гороскопа, я не могу понять, откуда ветер дует, да. Это пришли люди извне, либо это Марина сама себе все устроила. Ну, вот, судя по тому, что ее солнце, стоит знаки зодиака, стрелец, а солнце – это я сам, я. А солнце транзитное, стоит знаки зодиака, козерог, и они никак друг с другом не пересекаются, никак не ранят друг друга, так же и никак не помогают друг другу. То есть, ну, солнце транзитное не видит солнце натальное, так бы я это сказала, да. То есть, косвенно уже нет, она не могла сама себя обворовать, ну, или подстроить, да, это воровство. Вот меня здесь очень серьезно напрягает, посмотрите, ее натальная Венера, которая стоит знаки зодиака, козерог, и транзитная, ретроградная Венера, которая стоит знаки зодиака, козерог. Посмотрите, какое серьезное преступление было сделано. Дело в том, что вот Венера ретроградная, это всегда говорит о том, что могут быть украдены деньги, какие-то перетрубации с деньгами, что-то такое с деньгами не то, и что-то такое с партнерами и друзьями не то. То есть, это косвенное указание на то, что партнеры могли ее обворовать. То есть, кто-то, да, кто-то, кто напротив, открытые враги, либо скрытые враги. Вот опять же не вижу секторов гороскопа, я не понимаю, где, откуда ветер дует по событиям, да, событийно. Кто они такие, эти люди, кто пришел и обворовал. А кроме того, посмотрите, пожалуйста, ретроградный Меркурий. И он стоит здесь, он идет навстречу к ее Марсу. Марс у нее в натальной карте раздолбанный, у него есть абсолютно неадекватное отношение с другими планетами. Помощи нет, есть только то, что мешает, да, этому Марсу. И вот сюда идет этот Меркурий, к этому Марсу ретроградный Меркурий. Это информация ложная, то есть обманная, да, и обманная. Кстати, Меркурий отвечает за передвижение в том числе в автомобиле, то есть она ехала в автомобиле, типа врезались в нее. Понимаете, вот он, Марс, врезались. Марс это жесткие какие-то условия. Меркурий где? Во время пути, следования, ведения автомобиля. Обманули, то есть сели к ней в машину эти люди, да. Это все может быть. Вот, знаете, несколько косвенных указаний в том, что она сама в этом не участвовала. Она является пострадавшим человеком. Но утверждать я это на 100% не могу, потому что я не вижу всей картины. Я могу многое, но не все. Спасибо вам огромное, что вы посмотрели это видео до конца. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я за звездный позитив. Субтитры сделал DimaTorzok